всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семян и чемоданы с вами я славян мы как всегда в полном составе сегодня приехали в древнейший просто наидревнейший город который называется киндос он находится здесь на нашем полуострове где мы живем в городе дача и находится на самом-самом краю мы сюда добрались ехали долго здесь сложный серпантин такой перевал насыщенный красочный я сейчас вам обязательно включу эти кадры посмотрите и полюбуйтесь сейчас мы отправимся с вами здесь гулять смотреть на эти исторические места про наполненные вот этой эпохой древности короче мы пока ехали мы здесь уже охали ахали чё так и не делали то что с вас лайк комментарий подписочка и погнали в древность полуостров дачи состоит вот из таких высоченных гор и ты получается на этот край сейчас пробираешься вот таким серпантином дорога хорошая живописная зеленая кругом одна красота горы конечно интересный в плане своей форму например впереди посмотрите она такая овальная там она резко обрубается как будто знаете кто-то откусил кусок да ну и вот пожалуйста скальные горы посмотрите как красиво смотрятся домики буквально два домика и подножия этих огромных гор предки скалы особенно вот те вот справа красивые прослойки такие здесь предупреждения камни падения здесь вообще не закрыты ничего видите камни лежат может что-то скатиться виды слева мы все поднимаемся поднимаемся и поднимаемся потом наверно в какой-то точке начнем спускаться к берегу ой здесь вы красивый разноцветный лес смотрите красный зеленый желтый ущелье вот в этом вот еще предупреждение камни падения не видно что навалены камни падают смотрите какие здесь красные сосны точнее не сосны красные а иголки на них все красные не знаю с чем это связано здесь еще лысые они какие-то почему то ли от жары то ли чё вот мы кстати спускаться начали то ли все выгорело здесь когда в том году здесь пожары были но он уже море бухты мы сейчас прокатываемся поближе к этим всем соснам и видно что как раз вот они и горели вот эти вот горы такие знаете угольные поэтому у них и все иголочки такого цвета так вот все новости которые вы смотрели тогда про пожары про сильнейшие тут как раз было все здесь едем по такой улице это вот мы едем по направлению вот этого древнему городу и я даже не представляю как здесь люди вообще разъезжаются если вдруг сейчас на встречку поедет и на нас так смотрят как будто я не знаю как будто я не там еду но я еду там однозначно другого здесь варианта вообще нету вот машины стоят даже знаки стоят видите дорожные поэтому все норм водичка есть это вот древние 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 деревни пюрецкие посмотрите как здесь узенько узенько вот здесь печи топят вот я сейчас увидел дымок идет 16 градусов показывает ну вот едем и встречку вид открывается на вот куда туда как раз и надо сейчас спускаться на обратном пути обязательно остановимся на этой смотровой посмотрите какой вид там вот что-то на горе постройка какая-то может быть это оно и есть куда мы едем море штиль вот мы едем и вот вон там вот на горах видны уже какие-то постройки заросшие правда и это видимо уже есть начало вот видите вот здесь четко это видно вот не знаю можно ли к ним на машине наверно нет но пешочком я думаю что прогуляться однозначно туда можно а мы будем а ну вот спуск кстати такой не очень конечно тем не менее так а мы хотим вот куда-то вон туда ведь там постройка на горе так вы что смотрите что здесь за беспредельная красота цвет моря блин мы сейчас все походим посмотрим конечно но он здесь просто одна яхта стоит на якоре дорога сюда конечно такая непростая может начать раздражать но она конечно красивая очень вот есть поляночка заночевать о речки горы 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 вот в общем здесь есть парковка собственно мы вот так и запарковались никого нету полная пустота очень сильный ветер который просто сдувает но я надеюсь она мне помешает сегодня погулять по этому месту понаслаждаться хочу начать конечно Нашу прогулку С цвета воды Вам показать Здесь невероятный Я конечно думал, что сразу поднимусь на дроне Все это поснимаю, но нетушки Здесь висит сразу же указатель Что на дроне Запрещено Но ничего Сейчас я вам покажу воду Надеюсь, так получится Показать, посмотреть какой цвет воды Стоит французская яхта Типа такая марина И вот она Надпись, пожалуйста Я называл Киндос По-моему Киндос называется Или Книдос Вот, Книдос, вот так будет правильно Но я как всегда путаю названия Вот уже эти постройки Видите, идут Сохранившиеся, наложенные такие камни Сейчас попробуем проходить дальше Здесь вход стоит Вроде как 25 турецких лир Но это не точно Потому что сейчас не сезон И возможно будет Пройти нам просто Так, сейчас глянем Как только мы заходим сюда на территорию Представляете Вот он Так сказать Основная его часть Не знаю, почему у них Над всеми постройками Вот такими вот сооружениями Там всякими Старинными амфитеатрами Запрещено Летать Не понимаю этого прикола Хотя это такая красота С воздуха посмотреть Одно удовольствие И на самом деле Меня больше цвет воды интересует Он, конечно, вау Вообще просто Супер-купер был Ветра здесь начались конкретные Сдувает Мы, конечно, читали Нам тоже писали Эту информацию Что ветра в даче Серьезные Да, это так Мы точно эту информацию Можем подтвердить На той стороне Получается Тоже, видите Остатки городов Здесь, в этой части Конечно, все сохранилось Все более и более Так прям Масштабно Получается Вот видите, люди Такую территорию заняли У них был полный контроль Над Игейским морем Над островами Греции Ну, возможно, да Это была не Греция Не знаю Но в целом То, что Вот у них Смотрите, круговой Вон там вот Море За вот этой горой Тоже море Получается Поворачиваем голову Тоже море И все вот эти вот Выступы земли Да Ну, а вода, конечно Цвет воды Это Особое удовольствие Что им досталось Вот сейчас к краю Прям подойдем Здесь, видите Такое есть Аллея, да Ее можно назвать И цвет, конечно Турумпумпум Надеюсь, камера, конечно Это передаст Есть такой пирс Можно тоже прогуляться По нему Деревянненький Но это не Марины Это просто такая бухта Сюда, видите Вот этот корабль Французский Он сюда не зашел Так Будем двигаться сюда Возможно Невозможно Туда прям пройти На эти постройки Не знаю Здесь вот Информационные стенды Стоят На турецком И на английском Все, как говорится По классике Вот если вот тут Посмотреться Видите Такие большие Ворота Там вот Постройка Прям с дверями И с окнами Колонны И вот так все Ну вот серьезно Почему нельзя Запустить Дрон Вот сверху Это же так красиво Было Блин Смотрите-ка Здесь есть музей Музей Мшоп Можно всякие Вот ну магазин Можно всякие Купить Книжечки Скульптурки Даже купить Касса Вот пожалуйста 25 А там даже сидит Человек Сейчас возможно Мы все-таки Сюда Зайдем Да Здесь есть ресторанчик Кафешечка Но наверное Это точно уже Не функционирует Ничего Вот он Проход Вот такие Видим Скульптуры Всякие Афродиты Перодот Золотов Киндос Книдос Почему киндос Точная Медуза Эрос Прикольненько Сделано Древняя Оставил своих Бегу до машины Короче Не взял деньги Мы что-то так подумали Что сюда уже вряд ли Зайдешь Потому что не сезон А нет Там сидит человек 25 лир стоит Сейчас быстро Добегу Возьму И пойдем оплачивать Купили мы билетики Еще решили Купить здесь книгу 150 лир стоит По всем городам Турции По всем достопримечательностям 150 лир стоит И единственное Я не взял Сама Деньги Короче На обратном пути Надо снова Будет заскочить А пока пойдемте Заходить Ну вот мы Зашли на территорию Я хочу сказать Что это огромнейшая Территория Вообще Просто Огромная А это что значит Нельзя с собой Портфель носить Или что-то с собой Уносить Наверное Запрещено Здесь конечно Здесь все это дело Очень древнее Я конечно надеюсь Что это действительно С тех времен еще Это камень Представляете Как люди Это делали Если сейчас Есть какие-то Различные станки То как они делали Это раньше Вот эти все Узоры Смотрите Вот какая штука Она есть Бык Венок Шишками даже Да Выбиты люди В некоторых Камнях Ну и конечно Мирошка Проснулся Говорит В смысле Я тоже Хочу погулять Правильно Правильно Мирошка Я не хочу Коляску Здесь Таскать Здесь Проходимость Не очень Ну и какой же Кайф Вообще Посещать Такие Достопримечательности Когда ты Вообще Один Нету Никого Допустим Пока сидит Наверное Единственное Что я не совсем Понимаю Зачем Вот так вот Выложены Камни Либо они Олицетворяют Какую-то постройку Типа Ну знаете Здесь была Какая-то постройка Какой-то забор Может быть Для этого Они выложены Непонятно Но вот эта стена Конечно Вообще Классно Нацелела Сейчас пойдем Туда В эту арку Вот это Это получается Амфитеатр Это туда Вход на трибуны И собственно Новые уже Кирпичи Видите Вот их делают Сюда Привозят Вот так это Все Выглядело Соответственно Здесь Тоже Перевод И вот они Новые Свежие Камни Вот они И выкладывают Видите Реставрируют Пойдемте На сцену Я приглашаю Вас В кинотеатр Древности Да сынок Вот пожалуйста Вот такие Сидушечки Ну собственно Мы уже Скольких мы были В трех Да по-моему Мы были В Ахиндосе В Анимпосе В городе Мира А это называется Книда Четвертой Получается Четвертой Да Отличный Но Анимпосе Мы как бы Не восхищены Это вот Вчера Ну да Нам больше всего Понравилось Мира Мира Да Наверное Да Еще кекова Мы не посмотрели Древние Ну и вот Собственно Смотрите Вот это все Новые Камни Новые А вот Это вот Это вот Все Старые Это вот Знаете Вот этот Материал Как Плиты Лежат На пляже В том же Махмутлаве Ну да И Вот такие Вот Камни Это древние А это новые Видите как Уже вырезали Тут Ну станками Понятное дело О А вот Вообще Скульптура Какая Сейчас Подойдем Земля Афродиты Здесь поклонялись Афродите Богине Любви Красоты И вот Здесь Как раз Знаменитая Скульптура Была создана Афродита Кницкая Я читала Вроде Как так Но ее Здесь нет Конечно Вот На самом деле Все что Но на самом деле Все что мы говорим Это может быть Неправда Мы ездим На самом деле Не изучаем Просто Наскоряк Что-то читаем Поэтому Многие пишут О да ты что Перепроверь Да нет Времени Перепроверять Мы просто Ездим И путешествуем И уже В ходе Мы Что-то изучаем Что-то познаем И так далее И тому подобное Где-то вы поправляете В комментариях Мы новую узнаем Вот Ну а в целом История в любом случае Она переписана И правды Никто не узнает Поэтому В каких-то источниках Пишется так Каких-то так Вот пожалуйста Видите даже скульптуру Без головы Можно сказать Что это Так и было Мы начинаем Восхождение Туда вот На гору Коль дроны Здесь нельзя Значит Мы будем Сами Топать Здесь вот табличка Руками не трогать Толкать нельзя Потому что Может все рухнуть Здесь видите Какие Катакомбы Туда И какие-то Туннели уходят Это видимо Под Амфитеатр Так А мы будем Подниматься Подниматься Я на самом деле Мне бы хотелось Дойти До вот этой Постройки Что это Маяк Наверное Какой-то На горе Стоит И как-то Туда нужно Сообразить Проход Амф Туда вообще Машина Вон есть Автомобильная Дорога Ну посмотрим Возможно Отойдем Пока нужен Нам этот город Планировки Квартир Или что это Или торговые ряды Были Знаете Типа Корабли приходят Выгружают рыбку Что-то продают Товары какие-то Ну представляем Да Воображение Включаем Представляем Как это было Вот он Город Точнее остатки Разложенные Камушки Ступенечки Ступенечки Так Здесь есть указатель Смол Смол Это маленький Смол Что маленький Театр Походу Наверное так Но это не точно English for you Вот is your name Только Вот Так Вот А тут смотрите Вот например Постройка Достаточно хорошо Сохранилась Ну как хорошо Окон дверей нету Но тем не менее Можно понять Что это постройка Не просто Наваленные камни Так Сейчас пойдем туда Повыше Повыше Ну вот здесь Уже вид такой Бодренький Ой Я надеюсь Вам видно Это пятна на воде Вот эти Переливы Цветов Игра цветов Я тут нашел Камень Смотрите Здесь вот На древнем языке Видите что-то написано Не знаю Что означает Конечно Но Но точно Что-то означает Ну что Мы добрались Ну на самом деле Не прям На самом верху Как вы можете Заметить Можно даже Немножко дальше Дальше Еще подниматься Чуть повыше Но я думаю Этого достаточно Сейчас вам покажу Какие отсюда Открываются Виды Это по-настоящему Очень большой город Здесь просто Ходи Ходи И еще раз Ходи Перебирайся На эти стороны И снова Ходи Ну вот собственно Смотрите Да Как здесь все выглядит Как здесь красиво С высоты И мне кстати Очень приглянулась Вот эта вот Марина Видите На этой стороне Тоже стоят лодки То есть Чтобы сюда добраться Нужно полностью Эту гору На лодке Обогнуть И заплыть Причем Въездные ворота Посмотрите Какие красивые Да Стоят Такая Типа башня Такая Невысокая И въезд В такую лагуну Шикарную Да И вот они снова Есть указательные Small Титре Ну да Это театр Маленький театр Закрытый тут Это же видишь город Как бы двух сторон Да 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 Как они правильно располагались Да Ну Ты и там контролируешь И тут контролируешь Да У тебя полный контроль Вообще Ну да Так И вот можно пойти дальше Гулять По Этим постройкам По всем Что собственно Мы сейчас и сделаем Вот они колонны Но это видите Чисто так вообще Навалено Ну самодельно уже На самом деле Это не так Оно естественно Все было Просто Создали такие Инсталляции Чтобы передать Какую-то атмосферу Ну да Этот фундамент Как я понимаю Что это здесь было Вообще непонятно Так Ох Кто-то рюкзак забыл Зачем-то Ну ладно Здесь тракторы работают Видимо еще что-то Расчищают Вот видите какая арка Поэтому там и табличка Что руками ничего не трогать Можно тронуть И все как бабахнется Вот смотрите Можно даже туда дальше Пройти Там даже есть Информационные Столбики Можно спуститься Через низ пройти Можно спуститься Как раз вот До самых Этих ворот А можно пойти Как раз вот До маяка Да Чувствую мы сейчас Здесь зависим Вон видишь Тоже насенка Там как Большой Ага Вот видите Они здесь Проводят такие Всякие раскопки Все распределяют Каждую деталь Они подписывают Маркируют И все вот так Раскладывают Видите Колонки С колонками Вот такие вот Камни В отдельную стопку Ложат И например Вот такую вот Плитку Она похожа Какая глинистая Типа как здесь делают В даче черепицу Вот они Складывают Вот так Мы дошли До вот этих Колон И здесь Есть Схема Как Они Выглядели Раньше Или Как они Сейчас Реставрируются Сто Называется Можно Прямо Походить Возле этих Скульптур Точнее Колон Почему Скульптур Сказал Потому что Здесь вот Скульптура Стоит Без головы Без рук И без Пеписки Кто-то Что-то Оторвал Так Ну и Собственно United States Mission Это Турки Это Как переводится Американская Миссия Ничего себе Представляете Я сейчас Вам переведу Что все-таки Это значит Короче Реставрация Вот этого Вот города Книдас Была При поддержке Посольства Соединенных Штатов Которое Находится В Анкаре Представляете Вот получается Что они Сейчас Вкладывают В деньги Чтобы Вот этот Исторический Город Был Отреставрирован И Выглядел Ну плюс-минус Как в те Старинные Времена Вот так Вот мы Дошли До такой Постройки Она Не сохранилась Но ее Очень Хорошо Отреставрировали Вот пожалуйста Вот она Ну видно Что это Да Так сказать Сделанная Восстановленная Мы хотим Дойти До вот этих Ворот Там тоже Установлены Различные Таблички Здесь Собственно Вот пожалуйста Они тоже Есть Здесь Можно По лестницам Углубляться Туда Вот вверх Наверное Туда уже Вверх Не пойдем Так Это что Старинное Нестаринное Непонятно А Вон там Вот я вижу Смотрите Стоят Колонны Да И такое Углубление Арочное Туда Куда-то Куда-то Туда Да Масштабный Очень масштабный Город Конечно Самый большой Который мы Когда-либо Видели И все Это дело Вот так Вот видите С морюшком Во Кстати Вон там Тоже есть Указатели Значит Туда тоже Можно Как-то Пройти Пойти Туда К Майку Там какая-то Пышка Вообще На горе Стоит Да Здорово Горы Эти Помимо Камней Всяких Различных Что нельзя Здесь брать Толкать Так здесь Еще Видите Нельзя Срывать Растения Наступать На них Вот здесь Такая Вот видите Забота Возможно Это просто Редчайшее Какое-то Растение Вот видите Именно здесь Здесь Получается Много Вот И Нельзя Наступать А здесь Вообще Например Нельзя Фотографироваться Ведется Реконструкция Что за Бред Вообще Фотографировать Типа нельзя Ну и вот Эти Вот эти Цветочки Вот Их Их Нельзя Не рвать Не наступать Схема Как здесь Все Выглядело Какой Ветер Вот тут Вообще Слушайте Прям Вообще Сдувает Вон Бедную Чайку Сносит Но Цвет Воды Смотрите Какая Красотища Не знаю Передаст Камера Оттенки Не передаст Надеюсь Передаст Цвет У моря Очень Очень Красивый Туда Заходят Какие-то Бухты Вот говорю На дроне Вы подняться Я уже думал Все-таки Полетать А потом Мы начали Идти Я смотрю Вон Жентармерия Стоит Здесь Вот эти Вышки Какие-то Непонятные Там Еще Вышки И Сколько Гуляем Везде Эти предупреждения Что Летать Нельзя Цвет Магия Согласны Со мной Пойдемте На ту сторону Подойдем Вот мы и подошли Уже непосредственно Сюда На край Здесь Как говорится Ничего особенного Просто Красивое море И получается Да Вход В эту Такую Бухточку Здесь бухточка Там бухточка Там такой Синий-синий цвет Да Да Очень красиво Здесь Очень Панораму Покажу А вон там Вон вдалеке Если вы присмотритесь В таком тумане Тоже Огромные Огромные Горы видны Ты видишь Насена Посмотри Вон там Вдалеке Видишь Высоченные Причем Они пробивают Аж облака Слушайте Вот эти острова Я сейчас на карту Зашел На гугл Посмотрите Это Греческие острова Город Кос Если я правильно Читаю Лагодизия То есть Вот нам Отсюда Видна уже Греция Прикиньте А если мы Например Вот сюда Повернемся Да И Будем Заберемся Вот на эту вершину То мы будем Видеть греческий остров Несирос Как-то он так называется Вот тут Если в карту Вот так смотреть Куча Островов Ну Родос Тоже отсюда Будет видео Ну конечно Подальше Его с дачи Лучше видеть Вот такая у нас Прогулочка Получилась По этому городу Единственное Что я предложил Конечно Дойти до маяка Никто не согласился Сказали Славян Ты че Так так долго Ну возможно В другой раз Обязательно дойдем Мы просто затупили Быстро поехали Пока погода позволяет Не взяли с собой еду Сейчас хочется кушать Вот поэтому Сейчас наверное Пойдем еще в той стороне Прогуляемся И будем двигаться Туда на смотровую Про которую он говорил Изначально Здесь вот есть указатель Туалет Потом санкции Этот киндос То есть закат Вот этот маяк Который наверху стоят Лайтхаус какой-то Еще что-то И что-то еще Меня больше интересует Эта история Конечно Мы когда Приехали Были Одни Сейчас на парковке Стоят машины Но это не просто машины А автодома Вот пожалуйста Один автодом Второй автодом Третий автодом Вот Т-третий Автодом И пожалуйста Наш Ну если его можно назвать Автодомом А так вот Путешествуйте ребята Путешествуйте Это так здорово Вот здесь кстати Культура тоже привита Они берут себе Вот такие автодома Здесь в такое огромное количество Именно таких вот автодомов Ну типа переделанные Да Микроавтобусы Там бусики Вот И путешествуют По Всей Турции Здесь такая культура есть У нас она только начинает Зарождаться Вот этот вот онлайф Только начинает Мы короче тоже Вписались Видите как Здорово Мы пока с Мирошкой наблюдали Как спускали здесь Лодку с катамарана Чувак что-то там Механически что-то делает Заезжает Вот туда вот К ней В эти разрезы А тут уже идет Настенка С Радюшкой Довольная Купила все-таки Она эту книжечку Вот Которую хотела Наличные покупаем Книгу Голодные Бензин заканчивается А мы книги покупаем Ну да Пойдемте Поехали Топливо у нас осталось На 50 километров Наличных денег У нас нет Еды нет Воды нет Ну собственно Все как мы любим В этой деревушке В которой мы ехали Помните Такой узенький Красивый Заскочили в магазин Магазин такой скромненький Но зато продается водка Купили Один семит у них там остался И такой огромный семит Вот наш перекус Еще 4 молочка купили Рана к сожалению не было Ну и собственно Мы Доехали До смотровой Я даже в какой-то момент Подумал что Мы уже проехали Но нет Посмотрите Как здесь Красиво Есть такая Даже небольшая Беседочка Ну и самое главное Конечно Какие здесь Виды Там какие-то плантации Похожи на серпантин Вот это Мыс такой Туда уходит Конечно Вообще классный Да Виды магия Даже не понимаю Откуда мы Откуда оттуда приехали Я вам хочу показать Еще здесь деревья Вот которые Я изначально говорил В начале выпуска Что они вот горелые Видите На них уже ничего не растет И стволы Они все Подпаленные И на той стороне То же самое Сейчас Поближе вам хочу Показать Немножко Видите Все сосны Они Колючки такие Не растут Уже Да Жаль Конечно Вот они Горелые Все Видите Стволы Все Черные Вот это тут полыхало А если например Углубиться И смотреть Вон туда Вдаль То вы сможете Увидеть Что Вот эта вот Гора Она вообще Вся сгорелая Все сосны Которые там есть Посмотрите Они все Горели Вот это да Ладно Едем дальше Нам самое главное Чтоб топлива Хватило Нам ехать Километров Сорок И топливо На сорок Вот так вот 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 Смотрите Вот отсюда Вот с этой стороны Очень хорошо видно Как сгорели леса Горы Все лысые Вот с этой стороны Тоже Конечно Атмосфера Максимально Переносится Прикиньте Здесь Все Горело Такие Серьезные Пожарные Я думаю По новостям Вы Однозначно Видели Вот мы Прям Сейчас Здесь Находимся Ай-яй-яй Вот это Капец Вот это Масштабы стояла или чё непонятно отправляем деньги на карту нашу турецкую зарод банки мы открывали совершенно бесплатно без депозитов делаем это все через корону пэй так как через корону пэй нет никаких комиссий а если например отправлять через банк напрямую то там берется комиссия тысячи рублей и плюс корона пэй выгодный курс вот сейчас мы будем переводить по курсу 34 отправить нам повезло нам хватило топлива до заправки так и сегодня учитывая что освещение тнала я буду оплачивать по карте и по моему когда оплачиваешь по карте нужно идти туда вовнутрь ну сейчас попробуем посмотрим да когда оплачиваешь по карте нужно идти вовнутрь там проводишь карточкой дизератик красавчик вот и потом заправщику даешь он забирает себе какой-то один чек и отдает тебе уже два что ты оплатил сейчас осталось доехать до родника набрать водицу и отправиться домой ну вот добрались до нашего уже любимого родника артемка лови а то все ветром сейчас дует все будем набирать у нас огромное количество бутылок еще вот большие тары есть вот так вот мы дома спустили же всю воду тёмка сел сразу за уроки такие соседим болтаем болтаем и слышим так тух 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 мы что-то въехать не можем кто-то стучит прям в дверь вот это вот панорамно вы такие не поняли не поняли 3 а потом он такой же голову поворачиваться такой машина короче приехал курьер привез наконец-то что это сейчас узнаем распакуем но после того как тёмка тёмка сделает первый урок так тёмка занимался теперь можно распаковать нам посылку ты будешь если здесь садитесь он туда что же это будет ну давайте распаковывать и роща садись рядом раздирайте сми сначала эту обертку тогда вот это оберт сервис начало стены но серу из на час той серу сначала с ними а потом вторую упаковку будет снимать вытаскивайте персеру коробку вытаскивать не ну вы все распаковывать тогда ладно что знали что такие новогодние папа а ты над нами что ли так решил пошутить да супер сколько пошутить закричали тратички вет 이것 река другие коль мои те за собой много все равно хотя А тебе пакетик красивый тебе, сынок. Шуршать будешь, смотри. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Сейчас напишут. Классная. Рады? Да. Что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста. Попивиться будешь? Да. А ты? Давайте, собирайте. Ура! Да, ура! Да! Ты что-нибудь понял? Да! Вот такой денек у нас получился, сюрпризный, приятный сюрприз, с путешествием. Ставьте лайки, пишите комментарии. До нового видеоролика. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...